Сегодня у 26 официальных автоконцернов на российском рынке машины подорожали на 35-45%, приводит коммерсант данные аналитического агентства «Автостад». Дважды дорожала и «Лада». «Автоваз» повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Но активнее всего на 50-60% подорожали автомобили премиум-класса. Их доступность значительно ниже. Например, лидер продаж в «Мерседес-Бенц» сеть шоурумов «Авилон» имеет запас в объеме, который обычно реализует за месяц – менее 25 машин. По среднему ценовому сегменту запасы несравнимо больше, однако удорожание есть, в частности, популярных корейских моделей на 40%. И по всем сегментам остановлены не только отгрузки, но и локальное производство. Именно поэтому расти и делать выручку автодилерам в ближайшее время будет вторичный автомобильный рынок. Тем более, что стоимость таких автомобилей в последнее время снизилась на 5-10%. Тем не менее, автодилеры в Хакасии говорят о том, что пока они не ощутили изменения в характере покупок, в том числе и в кредит. Так они утверждают. В то же время коммерсант констатирует тенденцию. Уже сейчас потенциальные покупатели начинают сталкиваться с высокой стоимостью автокредитов. Восстановится ли спрос на автомобили в прежних масштабах? Прогнозы участников рынка, как в целом, так и на уровне региона, осторожны. Но эксперты автостата советуют все же не откладывать покупку, если автомобиль действительно нужен, поскольку снижение цен в среднесрочной перспективе маловероятно. Елена Лобанова, Василий Конзычаков, Новости.